Слово теперь за всем депутатским корпусом. Комитет по топливно-энергетическому комплексу накануне одобрил о втором чтении законопроект о запрете на разработку урана и тории в республике. Но экономические риски после принятия этого законопроекта имеются. Например, один из пунктов предполагает аннулирование всех ранее выданных лицензий на поиски и разработку в недрах урана и тория. Накануне тем же депутатам представители Госкомнедр заявили, что компания, обладающая правом на геолого-разведочные работы на Кызыл-Умпольской площади собирается подавать в суд, уже нашла юридическую компанию. Вы так всегда говорите, что если будет суд, то мы проиграем. Выдано шесть лицензий на разведку урана. Как они могут выиграть, если им лицензию на добычу не давали? Международный суд понимает, что идет борьба за экологию. Весь мир за экологию борется. Решим все мирными переговорами. Лицензии на разведку урана на Кызыл-Умпольской площади, напомним, обладает компания «Еразия» в Кыргызстане. Правда, в телефонном разговоре ее представитель сказала, что о скором суде впервые слышит. Получить разъяснение в самом Госкомитете промышленности тоже не вышло. Откуда информацию о возможном судебном иске взял один из заместителей председателя ГКПН, его коллеги не знают. А тот, кто накануне об этом говорил в парламенте, на наши вопросы отвечать отказался. Так же, как и сам глава ведомства. Единственное, что заявили в ГКПН по ситуации с Кызыл-Умполом, так это то, что все сейчас ждут. Нет, такой информации нет, но они, конечно, будут. Они сейчас ждут просто, какое будет решение. Риски такие есть при случае принятия данного законопроекта. Одно мы будем вести, наверное, переговоры с компаниями. Если закон будет принят в целом, то мы должны будем исполнять этот закон. Но будем работать с каждой компанией индивидуально. В отношении чисто уранных места жизни было 9 лицензий. В настоящее время 3 лицензии аннулированы. Сейчас у нас действует 6 лицензий на поиски и разведку уранных объектов. Но так как было принято решение, все эти компании работы остановили. Стране явно не нужно очередное судебное разбирательство. Но аннулирование соглашений с иностранными компаниями-партнерами уже доставляли проблемы Кыргызстану. В 2017 году правительство расторгло соглашение с чешской Лиглас, которая намеревала строить верхненарынский каскад ГЭС. Поводом стало то, что компания так и не перечислила 37 миллионов долларов, которые Кыргызстан по этому же проекту должен российской компании Росгидро. Арбитражем грозили, но дальше дело не пошло. А вот компания Росгидро, не дождавшись денег за вахтовый городок, заявила, что обратилась в международный арбитраж в Гааге. Вопрос о тех же 37 миллионах долларов все еще не решен. Какую сумму могут потребовать вернуть за разведку на Кызолом поле, можно только предполагать. На пресс-конференции представитель компании Юразия в Кыргызстане заявляла, что потратили они на геолого-разведочные работы 271 миллион сомов. Но этого никто не проверял. Аудит возможен только после начала процедур в арбитраже. Это вопрос дух плоскости. Она как бы может быть в развитии экономики, каких-то других целей. Она необходима. Но насколько мы к этому готовы. Это должны быть хорошие высокие технологии их разработки. Это высокая степень безопасности для населения. И экономически высокие показатели. То есть мы должны от этого иметь большие прибыли для развития, инфраструктуры, экологии, развития и так далее. Но и пока все эти вопросы у нас не будут на высоком уровне, разработка уранов должна быть в запрете. Урановый скандал в Кыргызстане разразился весной. Сначала на Иссыкуле, на одном из участков в Кызылом-Польской россыпи, Ташбулак, прошли митинги. А затем протесты провели в Бишкеке. Компания «Юразия» в Кыргызстане заверяла, что при их методе добыча урана, вред населению и природе исключен. Чиновники объединились в межведомственную комиссию. Делали замеры на месторождении Ташбулак, где и проводились геолого-разведочные работы. Межведкомиссия окончит свою работу, скорее всего, в декабре, рассказали нам сегодня в Госкомитете недропользования. Тогда и вынесут решение, опасно или нет для здоровья людей проводить дальнейшую разведку на Кызылом-Польской площади. Анастасия Соболева, Сама Долу Тахунов, НТС.